всем привет вы на канале Ниждан Юа сейчас время межсезонье мы не выезжаем никуда по Украине потому что смысла нету снимать все это болото без снега как бы зима тоже не задалась в одном из наших анонсов вы могли видеть что мы планировали один из проектов по Харькову вот и наступил тот самый момент почему не снять бы про наш любимый город снимать мы будем немножко не так как вы привыкли видеть а вы привыкли видеть улицу Сумскую парк лавочки мы же попытаемся показать глубинку всего Харькова как он есть но для начала мне надо найти ведущую или ведущего но я думаю ведущую потому что вы наверно отвыкли видеть девушек в кадре и сейчас тот самый момент хищник выходит на охоту а вот замеченная первая жертва сейчас подойдем к девушке узнаем где же мы находимся девушка девушка стойте пожалуйста да расскажите пожалуйста а где мы находимся что это за улица а что это за Иван Камышев такой возможно вы знаете сможете немного рассказать Иван Камышев бросился под танк Гитлера с минами и тяной своей жизни спас своих Служиться вот похоронена там же хоть большей датой на виле спасибо девушка вы взяты в нежданье а вот так вот у нас и появилась новая ведущая знакомьтесь Екатерина ну а мы идем вам расскажем немного о старом скажем так районе Харькова пропитанным так сказать духом дореволюционных моментов оставайтесь с нами на канале и кстати вы узнаете как улица Ивана Камышева связана с футбольным клубом Металист Ивана Камышев и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы с вами попали на стадион, мы не могли просто взять и не попасть на стадион, потому что мы каждый выпуск на него попадаем, и здесь вы сейчас узнаете, как же этот стадион связан с футбольным клубом «Металист». А все дело в том, что коучем местных команд с 1998 года этого спорткомплекса «Турбинист» был Полок Сан Саныч. Это бывший капитан «Металиста» 70-х годов. Сам он уроженец города Берегова. Это Закарпатская область. Помню выезд, был очень классный. В Кубке Украины. Но не в этом смысл. Сан Саныч довольно-таки известный человек, потому что он сумел поиграть и с Валерием Лобановским в «Шахтере». Кстати, он много рассказывал о его сухом листе, что сухой лист Лобановского постоянно спасал команду своими голами. В общем, это довольно-таки известный человек. К сожалению, вот как-то в «Металисте» его сильно славы не удостоили, несмотря на то, что он был капитаном долгое время. Но зато в «Шахтере» его постоянно вспоминают. Его знают многие в аматорском футболе здесь. Много парней, футболистов, которые занимаются здесь. Здесь не только. В общем, это великий человек для Харькова. И вы должны о нем знать. Только что мы общались с местной женщиной. Она сообщила нам, что Сан Саныч уже здесь не работает. Но мы надеемся, что у него все хорошо. И желаем ему крепкого здоровья и счастья. И немного кадров футбольного стадиончика. Как мы видим, на местном стадионе занимаются люди в свободном доступе. Детки гуляют. Все сделано так же для людей. Конечно, хотелось бы, чтобы трибуны были в более, скажем так, удобном положении. Чтобы на них можно было посидеть. Потому что бетон, холодно, как бы, сами понимаете, это не сильно полезно для здоровья. Ну, а в целом, все очень и очень неплохо. Итак, как вы видите, Ивана Камышева заканчивается на перекрестке со Льва-Ландау. Здесь заканчивается жилая часть из больших домов. И начинается частный сектор. Идет он дальше до самого конца. Уникальность этого места в том, что... Даже не уникальность, возможно, это место имеет трагичность в том, что раньше в этом месте постоянно случались ДТП. Каждые 2-3 дня здесь стабильно разбивались машины. И в 2014 году, наконец-то, был построенный здесь светофор. Как вы видите, вот он здесь находится. Установлен. Установлен, точняк. Установлен светофор. Но, как у нас все обычно бывает, он был установлен за 2 миллиона гривен. Вместо там тысяч 50, я так думаю. И мы не можем не сказать доверять делам. Абвокус. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Небольшое путешествие по улице Ивана Камышева Именно на этом месте, где можно провести замечательную фотосессию Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Ну и не забывайте про инсту Ссылку вы можете видеть внизу, либо в описании И также обязательно напишите в комментариях, как вы оцениваете нашу новую ведущую Все, всем па-па, увидимся в новом выпуске